Привет, эээ, трибуар! Ну, Звездного Капитана вышел новый видося, называется Клоунбастер. Жуткий братишка Пеннивайза, превращающий людей в мороженое. Что-то я мороженое захотел, как-то резкое, но нечеловеческое, потому что, мне кажется, будет омерзительно на вкус. Я, на самом деле, что-то не помню, кто такой Клоунбастер, но уверен, что сейчас нам Звездный Капитан расскажет про него. Хотя будет очень странно, если я сказал вот сейчас не помню, а оказывается, я про него даже ничего и не знал. Ну, скорее всего, так и будет. Но прежде чем мы это узнаем, друзья, не забывайте подписаться на Телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Дзен и на группу ВКонтактики. Все ссылочки будут в описании. А вот теперь давайте глянем видосик. Уверен, он будет офигенно, как обычно. Поехали. В данном видео я расскажу вам о демоническом клоуне по имени Бастер Доукинс. Какой он стрёмный вообще. Я бы к нему даже не подошёл. Особенно мороженое я у него явно не купил бы, потому что такое чувство, что оно будет явно отравленное. Добрый вечер. Время веселья. Не, я про этого чувака не знал, вообще никогда не слышал. Ставь лайк, если хочешь ещё роликов про жутких существ. Конечно, лайк, очень хочу. Какая-то компьютерная фигня. Это даже не страшно, фу. Друзья, что вы смотрите сейчас дома? Тебя? Я стресс-крана напил. Помогать, гадя, нас ты снова здраво. Не забудь. Не только и без бастов на слоты. Ну вы поняли. Приятного просмотра. Ну а я начинаю. Бастер Доукинс. Это персонаж одной из серий антологии «Мастера ужасов». Ммм, окей. Ну ясно. Почему я не знаю? Потому что я не смотрел ни одну серию. Эпизод основан на коротеньком рассказе Джона Фарриса с точно таким же названием. Кто это? Кто такой? Не слышал. Предлагаю. Что он писал из естного, что выходило на русском языке, если вообще выходило? Ролик разделить на две части. Сначала я расскажу вам о событиях серии, в которой появился адский клоун. А потом мы обсудим его способности, слабости и прочие моменты. Хорошо. Что-то чувак, по-моему, не доигрывает. Что это? Что? Мне страшно или... И чё? Руки, зачем ты поделаешь? Начинается всё с того, как ребёнок в пижамке стоит посреди дороги с мороженым в руках. К нему подбегает его отец и просит бросить вкусняшку. Но мальчик находится как будто бы под гипнозом. Он жадно впивается в мороженку. И мужчина тут же тает на глазах, превращаясь в молочную жижу. А откуда мужик вообще знал о том, что это мороженка есть нельзя? Чуть не понял. Сталкивался с таким, что ли, уже? Уже превращался в молочную жижу и опять собирался, да? Несколько дней мы переносимся на похороны этого бедолаги. Блин, это на самом деле не смешно, но просто интересно. А туда чё положили? Молочную жужу? Звали его Кент. На церемонии присутствует его семья и друзья. Подождите, что? Что? Стой, кто? Директор Том Холланд? Подождите, тот самый. Человек-паук снял вот эту короткометражку. Ой, да нет, ладно, наверное, скорее всего, не было. Просто я однофамилец и я одноименица. Ну, типа, очень странно. Прикольное совпадение. Один из них Лейн Банникстер. Замечает неподалёку жуткого татуированного мужика, который явно получает удовольствие от процесса. Не сказала бы, что он жуткий, прям какой-то обычный чувак. Я примерно так же выгляжу, если распущу волосы. Чем позже же на Кента, знающая явно больше, чем другие. Говорит Лейну, что на месте её мужа должен был быть он. А задаченный Банникстер едет домой и по дороге останавливается на одной из улиц. Для него это памятное место. В детстве они с друзьями частенько тут ошивались, наблюдая за клоуном Бастером. Слушай, это он же. Нифига себе. Это он вырос, постарел или просто сдох. Других развлечений в их скучном городке не было. Бастер был морожен... Главное развлечение в городе это есть мороженое, купленное у клоуна. Стремный город. Продажу каждого лакомства он превращал в увлекательное шоу, чем веселил детвору. Размышляя о прошлом, Лейн увидел странного ребёнка, который словно зомбированный стоял на углу и держал в руках монетку. Видимо, он ждёт мороженщика. Не придав этому значения, наш герой поехал домой. Лейн только недавно вновь вернулся. Одно из событий детства, к которому мы ещё вернёмся, заставило его семью уехать. Вот он с тем ракурсом, который сейчас в кровати лежал, очень сильно похож был на Джима Керри, мне кажется. Сейчас же он вместе с женой и двумя детьми перебрался обратно. Помимо нахлынувших воспоминаний, Лейну почему-то было постоянно холодно. На улице был чудесный летний день в 20... Потому что мороженщик рядом. ...два градуса, но герой не мог согреться даже в костюме. Вечером Лейн тут и Джо выпивали в баре последнего. Как можно вот так вот неаккуратно пить, чел, у тебя там пиво поборудее течёт? Речь зашла о том, что тело Кента, которого похоронили днём, так и не было найдено. Только его заляпанная чем-то одежда. А, значит, это только тело расплывается, а одежда заставится. Думаю, гроб у него был закрытый. То же самое произошло и со скрипом неделю назад. Ой, это абсолютно не выглядит как мороженое, как чё-то кровавое. Лейн выдвинул предположение, что происходит нечто странное. И всё началось с возвращения Банникстера. Лейн же не стал это слушать и отправился домой. Да, валяю отсюда из города. В дороге он обратил внимание, что на улице было полно детей, хотя была поздняя ночь. Все они были какие-то странные, а в руках у них были монетки. Герой не стал... Блин, интересно на самом деле. ...выяснять, что не так было с ребятишками и нужна ли им помощь. Офигенно. Дети стоят, короче, ночью на улице. Одни. А вот даже не захотелось на улице спросить, у вас всё нормально или нет. Красавчик. Ведь это были не его дети. Ну, согласен. Потом начались ещё более непонятные вещи. Стёкла в машине Лейна начали замерзать. Из-за этого он чуть было не задавил своего сына, который также оказался на улице с денежкой. Офигеть. Мальчик сказал, что ждёт... Это явно не чёрт. ...мороженщика. При этом он напевал песенку, которую Лейн слышал в детстве. Так. Ты рад? Мы все рады мороженому. В это же... О, господи, у меня что-то броке по коже побежали. В же время в другой части города Тутто подвозил один из работников Джо. Мужчину затошнило, и он попросился в лесок поблевать. Мороженым? А какой-то ребёнок в этот момент надумал покушать купленное мороженое. Слушай, а мороженое прям выглядит прикольно так, нифига себе. У нас делают такие шоколады Дед Морозов, а здесь мороженое. В виде человека, забавно. Тут же Тут стало растворяться, превратившись в месиво из молока костей внутренних органов. Как вообще это происходит? Какая оберзительная фигня. Ошмётки Тутто нашёл ех... Ужас. Хороший с ним парень, после чего он вызвал Джо Лейна. Он также уточнил, что видел... Что это за удивление такое, чел ты не переигрываешь? ...какого-то жуткого типа, которым оказался Вёрджил Констанс, страшный мужичило, которого сторонился весь город. И что ты собираешься с этим делать? Лейн, удивлённый песенкой сына, вспомнил своё детство. Когда он был маленький, у них была своя банда, в которую входили Кент, Джо, Скип, Тутт и Вёрджил. Короче, все, кто в Бауманду входили, да, сейчас погибают. Они любили наблюдать за мороженщиком Бастером. Это был добродушный мужчина, который любил веселить ребятишек в образе клоуна. Бастер был немного отсталым и по поведению напоминал ребёнка. Он очень любил детей и был не в состоянии кого-то обидеть. Вёрджил, будучи дегенератом, ненавидел этого клоуна. Мда. Заикающийся придурок! Я почему-то так и думал, что они сейчас будут над ним издеваться. Эй, Б-Б-Бастер! Однажды он стал ему грубить и схватил за накладной нос, под которым не оказалось настоящего. Ой, жесть, офига себе. Его он потерял в детстве из-за издевавшихся над ним отморозков. Ой, жесть. Вёрджил так испугался, что тут же обмочился. Лошара, так тебе и надо. Чем выставил себя на посмешище перед всей толпой. После этого случая хулиган затаил на Бастера обиду. Через несколько дней он подговорил своих друзей подшутить над клоуном. Неужели он из-за них это... Пока одни ребята его отвлекали, Вёрджил заставил Лейна снять фургон Бастера с ручного тормоза. Другой мальчик толкнул мужчину, и машина переехала, беда лагуна смерть. А-а-а, капец. Ну тогда понятно. Ну, ясно. И тогда мне их абсолютно не жалко, они сами во всём этом виноваты, козлищи. Ой, жесть. Ой, жесть. Верджил и дети Лейна опять пошли за мороженым. Герой успел перехватить их. При этом он заметил фургон мороженщика, который быстро уехал. Видя всю странную ситуацию, Лейн стал предполагать, что Бастер вполне мог вернуться из мёртвых. Вполне. И вообще, как можно было об этом додуматься, об этом вообще подумать, да, в реальной жизни? Человек вернулся из мёртвых. Это как? А-а-а-а, вполне еще. Ну, чтобы убедиться, он решил сначала навестить Вёрджила. Вдруг во всём виноват его старый психованный дружбан. Вёрджил стал издеваться над Лейном, но при этом рассказал, что за всем действительно стоит Бастер. Только договорить он так и не успел. Где-то в другом месте ребёнок откусил мороженку, и Вёрджил превратился в переваренную кучу плоти. Сранно, я думал, это только если ребёнок рядом будет, оказывается, даже если далеко. Испуганный Лейн отправил жену с детьми в другой город, а сам стал готовиться к приходу Бастера. Однако клоун ожидал такого хода и атаковал уезжающую семью своей жертвы. Он заморозил их машину, и загипнотизированные дети побежали за фургоном Бастера обратно к своему дому. Блин, крепота. Тут клоун и Лейн сошлись в поединке. Благодаря хитрости Банникстера адский мороженщик в итоге растворился. Как-то странно, он развалился, такой стоял, стоял, потом потёк. Семейство героя решило навсегда покинуть этот город. Перед отъездом Лейн услышал песню, которую всегда напевал Бастер как при жизни, так и после смерти. Блин, это сейчас будет крипово, наверное. Это означало, что он когда-нибудь обязательно вернётся. К мороженому. Ну а теперь давайте поговорим про самого клоуна. Не, на самом деле интересная фигня. Только там некоторые актёры как-то что-то либо недоигрывали, либо переигрывали. Отличительной чертой Бастера как злодей является тот факт, что он не убил ни одного человека своими руками. За него это делали дети. Так это не дети всё равно убивали. Как бы дети-то откуда об этом знали? Это открывает нам первую способность. К тому же они только кушали мороженое, а умирали-то эти чуваки сами. Каким-то образом. Он может гипнотизировать своих жертв, причём как ребятишек, так и взрослых. Но с нюансами. Дети попадают под полный контроль клоуна и не в силах ему сопротивляться. Они будут делать то, что он прикажет. Кстати, у него там нос целый был почти. Скажет. В данном случае это выход за пределы дома в ожидании фургона. К слову, наш демон мог воспользоваться такой способностью, чтобы быстро и просто заставить детей взять ножи и отправить их на убийство своих родителей. Кстати, да. Почему он не додумался до этого? Нет, так нет, я не настаиваю. Было бы не так интересно, да? На взрослых гипнотбастера действовал крайне слабо. Они просто засыпали крепким сном и разбудить их мог только очень сильный шум. Ну, я бы не сказал, что это слабо, это тоже, в принципе, норм. Вторая знаковая способность клоуна это мороженое. Эта сладость в данном случае исполняет роль эдакой куклу Вуду. Когда ребёнок её кусает... Ну, я тоже так подумал. Значит, всё мороженое похоже на тех жертв, да? Выбранный взрослый начинает разлагаться. Превращаясь в непонятную массу. Тут тоже есть несколько моментов. Во-первых, ребёнок должен быть родственником жертвы, обычно сыном или дочерью. А у этого чувака были сыны или дочери? Однако неясно, сделано это по велению Бастера, или же это является обязательным условием для срабатывания способностей. Как видится мне, клоун специально выбирает именно детей своих жертв, чтобы... Чтобы они потом из себя чувствовали виноватыми, да? Если это всё помнится. Месть приобретала более жестокий характер. Не согласитесь, когда ребёнок убивает своего родителя, это страшно. Не то слово. Возьми. То есть условия с родственниками не обязательные. Это подтверждает второй нюанс. Дело в том, что тот же Лэй нашёл обёртку от мороженого Бастера и положил внутрь немного мороженого, вылепив примитивную фигурку клоуна. Когда сынули Лэйна кусано... А-а-а-а, вот как он его завалил, а я думала он по-другому как-то... ...по сладость, что Бастер растаял, как и все его жертвы. Хм, странно. Тут можно сделать вывод, что наш злодей, хотя злодеем его можно назвать с натяжкой. Ну да, потому что как бы вынужденная мера, но в любом случае злодей всё-таки, потому что он людей как бы грохает, да? ...очаровывает именно упаковку, которая наделяет содержимое определёнными свойствами. Упаковку? Почему? Или то, что он растаял является всего лишь видимостью, созданной для растягивания издевательств над жертвой. Это вполне возможно. Третья способность Бастера это управление холодом. Клоун может понижать температуру как на большой территории, так и у конкретного человека. Само присутствие существа делает температуру вокруг него отрицательной. Это несёт как положительные моменты, так и отрицательные. А какие положительные-то там могут быть моменты? Бастер может вырубить машину или электронику, заморозив её. Противник не сможет схватить его голыми руками. У него просто сойдёт кожа от прикосновения. Ой, жесть. Настолько холодно, что ли? С другой стороны, если облить клоуна водой, то это немного заморозит его. Ну-то ну и хорошо. Правда, совсем на чуть-чуть. Ну, хоть хотя бы есть какой-то этот шанс, да? Даже не сможете убежать. Я воскрес! Таковых слабостей у Бастера нет. Его можно временно уничтожить, и скорее всего, как я уже говорил, он сам позволит вам это сделать, считая это частью игры. А вдруг нет? Второй серии же нету, наверное, или есть? После своего превращения в демона, клоун стал более жестоким и непрощающим обид, но всё ещё сохранил игривый нрав, который у него был при жизни. Благодаря этому он убивает своих жертв не сразу, хотя легко мы... Давай поиграем! Это не только что-то это сделал, а лишь после выполнения обязательной развлекательной программы, которую он так любил при жизни. Кстати, как вы считаете, Бастер был злодеем, или всё же у него было полное право наказать героев из обсуждаемой серии? И я бы не сказал, что типа право есть, конечно же, но всё-таки его понять немножко можно, но это, я не знаю, это как-то стрёмно. Ну, конечно, чувак, который это сделал, мразь, малолетняя. О, мурахи, блин, офигенно! Это какая-то, по-моему, студия в фильме, киностудия так начинается, да? Забыл, какая. У меня тоже так постоянно бывает, когда я вначале, когда начинаю записывать реакцию, у меня что-то не получается сказать, такой... И выключаю! Спасибо звёздному капитану за видосян! Офигенно было, блин. Мне и жутко было, и смешно было, особенно в конце прям. Немножко так разрядил обстановку, спасибо ему за это большое, классный видос. Прямо что-то даже захотелось, наверное, этот фильм как-нибудь глянуть. Но, наверное, маленький, там минут на 20, если не меньше. Вот. Может, как-нибудь посмотрю на каком-нибудь стриме на ВАЗДе. Так что подписывайтесь. А если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте подписываться... Ой, что? Лайк, подписка, комментарий. Что? Короче, вы поняли, что надо делать. Да, с вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!